Доброго времени суток! В данном видео обзоре мы с вами рассмотрим базовый синтаксис написания макросов для клиента игры Final Fantasy XIV. В сети находится достаточное количество гайдов, разделённых на классы и их непосредственные макросы. Также на официальном сайте Final Fantasy XIV достаточно гайдов по написанию макросов и общий разбор логики. Мы с вами рассмотрим основной логический базис. Итак, перейдя в меню настроек макросов и скриптов, первоначально вам предоставляется 6 готовых макросов, то есть их заготовки, которые вы можете предварительно проанализировав, перенести на панель и, как говорится, отжать. Но мы с вами создадим и посмотрим логику синтаксиса с нуля. Перейдём к основам. Выберите свободную ячейку. Назовите свой макрос, к примеру, Demo01. Далее мы можем с вами выбрать визуальный стиль оформления значка. Переключаясь по вкладкам, вы можете кастромизировать непосредственно свой визуальный стиль. Первоначальный синтаксис и основа предлагают нам экшен определенного скилла или спела. В синтаксисе это пишется вот так. Есть возможность сокращения до S, но я вам рекомендую изначально прописывать полное название. Далее пробел и две кавычки. В кавычках указывается и используется название скилла или спела. Если у вас есть затруднения с названиями умений и правильным написанием, вы можете банально просто перенести название в окно макроса. При этом получив первую команду использования скрипта. Японские разработчики очень грамотно подошли к этому разделу, в отличие от своих конкурентов в RPG-играх. Давайте с вами протестируем нашу первую команду. Сделаем ее под спел. Простите, скилл. Харслэш. Перенесем макрос на панель. И проверим, соответственно, работу команды при верном синтаксисе и написании. Она должна активизироваться без особых проблем. Как видим, команда выполняется, соответственно, макрос работает. Теперь мы с вами переходим к комбинированным атакам. То есть, одним словом, для каждого класса существуют комбо-атаки, которые позволяют наращивать урон и, соответственно, вписывать макрос, скрипт, последовательность ударов и действий. Итак, давайте к нашему хардслэшу мы добавим спиннинг слэш и, соответственно, поварслэш. Как видим, по описанию скилла у нас добавляется комбо-атака. Сделаем это в таком варианте. Скопируем название скиллов. В нашем с вами макросе в общем синтаксисе написания макроса существуют паузы использования умений. Вы могли видеть в панели персонажа такой парадметр, как спелл или скилл спид. То есть, время отката того или иного определенного умения. В синтаксисе макроса это используется в написании команды white. Среднее время ожидания 2,5 секунды. Вы можете попробовать 2, 3,5, 4,5, в зависимости от вашей потребности и смысловой нагрузки. В конце рекомендуется использовать также минимальное ожидание. Например, 0,5. Пауза между использованиями дополнительных макросов. Помимо использования команды white, ожидания отката скилла или спела, данный параметр настраивается и логически указывается по такие нюансы, допустим, как перемещение. Давайте испытаем вместе с вами наш новый макрос на комбо-атаку. Итак, начнем атаку. Первый скилл, второй скилл и, соответственно, третий завершающий скилл. Дальше идет по умолчанию автоматическая атака. Далее мы с вами рассмотрим расчетное время удержания дальнейшего использования командой white на примере спела. Выберем персонажа, использующего магию. Вот, хороший, отличный пример. Очень похож в синтаксисе. Умение bio можно использовать на ходу. Умение bio 2 кастуется только на месте. И, соответственно, дополнительный вариант вируса, который также может использоваться на ходу. Давайте с вами проверим вот данный спелл. И вы наглядно посмотрите смысл ожидания 2,5 секунды. Bio. Отбегаем. Bio 2. Если мы продолжим движение, то использование спела прерывается. Какое время лайтинга вас устраивает, вы настраиваете под свои нужды. Также существует ряд спеллов и скиллов, которые требуют указания площади постановки урона или непосредственно выделения целей. Например, Shadow Flyer у Summoner. Мы видим, что должны выбрать, удерживая мышь или манипулируя джойстиком, определенную область для постановки умения. При использовании скиллов и спелов персонажа, который достиг 40 уровня и выше, задача усложняется, поскольку обилие всех умений скиллов и спелов растет как грибы. Нам с вами необходимо выполнять монотонную задачу, используя макрос или скрипт. Все довольно просто. Та же команда Action. Но мы с вами в конце указываем, что нам необходимо использовать данное умение, спелл или скилл, на выделенной цели. Давайте с вами попробуем. Тут идет первый каст миазма, пауза и непосредственно Shadow Flyer кастуется без использования указания рабочей области. Итак, кастуется на месте миазма и тут же кастуется Shadow Flyer непосредственно на цель. Как видим, цель двигается, поэтому таргетинг прошел на той области, на которой первоначально она находилась. Давайте еще раз попробуем. Вот видим, цель попала непосредственно под нашу заданную область умения Shadow Flyer. Если вам необходимо использовать умение в макросе непосредственно без выделения собственного персонажа, используется вместо T описание синтаксиси NIC, то есть меня. Видим данное спелл-лечение без выделения персонажа, мы его используем на себя. Использование текстовых сообщений в макросах, одним словом, перенос сообщений через макрос в чат. Также все довольно просто. Название чата и, соответственно, текстовая команда или сообщение. Также обратите ваше внимание на использование цепочек всех ваших макросов. Второе. Пока не будет достигнут конец списка листинга первого макроса, второй использовать практически бесполезно, поскольку запущенный первый макрос автоматически прервется. Если в макросе умение находится в системе отката, будет использовано последующее умение сообщением о невозможности выполнения спела или скилла в данной ситуации. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго.